Оказаться на карантине в больнице страшнее, чем дома на самоизоляции. Даже если человек допускает, что заразился и наблюдает схожие с опасной болезнью симптомы, он предпочитает, как правило, вначале лечиться самостоятельно. Люди хотят избежать любой ценой встречи с больничными коридорами и врачами. Наш корреспондент Алина Багилова пообщалась с врачом и узнала подробности госпитальной реальности. Героическая борьба врачей с коронавирусом набирает обороты, охватывая все новые уголки, становясь обыденным фактом повседневности. Медицинские учреждения, скорая помощь работают на пределе возможностей. Целые больницы перепрофилируются за неимение мест. Аппаратов ВВЛ не хватает, средств защиты тоже, из-за чего ковид-19 заразились сотни людей. На днях для пациентов с COVID-19 перепрофилировали еще одну больницу. Давайте узнаем, что происходит сейчас за стенами урологического центра и какая там обстановка у Дибердады Пасловича, главного врача Республиканского урологического центра, заслуженного врача Республики Дагестан. Здравствуйте, Диберд Паслович. Добрый день, Алина. Пандемия превратилась в бомбу замедленного действия. Многие сейчас чаще проверяют температуру, боясь, что у них COVID-19. Но что делать человеку, обнаружив те самые симптомы? Чаще всего люди начинают искать рецепты от болезни на просторах интернета. Массово скупают лекарства. Что скажете по этому поводу вы? Много ли больных, которым самолечение не помогло, находятся у вас в центре? Действительно, вот более половины наших больных, которые у нас находятся, они занимались в начале самолечения. И потом, когда уже состояние становится тяжелее, и потом только обращаются они к врачам. Вот более 50% у нас таких лежат. А вот, конечно, я бы посоветовал нашим гражданам, чтобы не занимались самолечением. И при возникновении первых же симптомов, такие боли в пояснице, температура, и другие такие, типа на недомогание, надо обратиться первым долгим специалистам, врачам. Вот это я бы посоветовал. И не заниматься самолечением. Обратиться за медицинской помощью значит потерять трудоспособность, а следовательно и заработок. Многие рискуют здоровьем, работают до предела, употребляя обезболивающие, избивая температуру. Какие рекомендации дадите вы, если уж наши люди любят так заниматься самолечением, поделитесь, если можно, вашей схемой лечения, чтобы деньги не были потрачены на ветер, и не было куплено много бесполезных лекарств? У нас такая, скажем, первым долгом, мы вот обратно такими антикоагулянтами даем, противовирусные препараты, антибиотики и улучшающие микроциркуляции в крови. Вот эти назначаем мне сейчас. Ингавирин там, потом циклоферон, потом это сами клинакс, это как антикоагулянты, курантил, это как улучшающие микроциркуляции, там антиангрегантные препараты. И, значит, при высоких цифрах температуры, там лихорадки, там все, мы даем им миропенабол, там все, и максицеф, там сефтриабол, вот такие препараты мне даем. Дибер Позлович, как у вас обстоят дела с наличием мест? Хватает ли коек для поступающих? Ведь еще недавно больницы были загружены до предела, а некоторые врачи отказывались ввести пациентов в медучреждение, ссылаясь на отсутствие свободных коек. Первый день мы приняли 47 человек, 47 человек, и второй день уже полное отделение, полная больница была, 83 коек. И трое находились в реанимации, в тяжелом состоянии. Клянусь, я вот посмотрел, вот понаблюдал за нашими сотрудниками, да, и, понимаете, вот я это все сравнил с началом Великой Отечественной войны. Первые две недели действительно, так это самое, были отсутствия, загруженность коек. Там все, вот последние два-три дня, я вижу, идет вот эта самая вот пандемия на спад. У нас вот сегодня тоже где-то наличие лет 10 мест есть сейчас. Вот максимум обращаются за сутки 4, максимум 5 баллов. У нас места наличия есть. У нас все необходимое, то есть проблемы, медикаменты, там питание прекрасное, там все обслуживание у нас на высшем уровне все. С лечением довольны, проблем нет, уход хороший, все нормально. Идем на поправку. Это приятно слышат от больных. Спасибо большое, Дибир Позлович, что нашли время для нас в это непростое время и поделились информацией, которая действительно волнует многих людей и, возможно, она им поможет. Спасибо вам очень. Вопрос в том, насколько хватит терпения у людей и сколько продлится особый режим до конца мая, до лета или до осени. Экономическое неравенство, пропасть между бедными и богатыми на фоне пандемии только расширяется. Экономически необеспеченные слои населения вынуждены продолжать по-партизански зарабатывать себе на жизнь, прятаться от системы здравоохранения и воспринимать любые ограничительные меры в штыки. Уже трудно разобрать, кто всему виной. Система здравоохранения, власть или сами люди, которые игнорировали предупреждения, пренебрегали самоизоляцией и не верили в тяжелые последствия болезням. Продолжение следует...